В индустриальном районном суде вынесен приговор 60-летнему мужчине, который более 20 лет скрывался от расплаты за убийство. Преступление произошло в мае 1997 года. Обвиняемый зарезал сторожа, который должен был ему крупную сумму денег. Через год после убийства фигуранта задержали. Он полностью признал свою вину. Явка с повиной позволила мужчине остаться на свободе. Арестовывать его не стали, он находился под подпиской о невыезде. Когда дело передали в суд, Хабаровчанин исчез, оставив предсмертное письмо судье. В нем говорилось, что мужчина собирается утопиться. По данному уголовному делу, это второй процесс над подсудимым. А в 1998 году в судебное заседание он не явился и был объявлен в розыск. Убийцу задержали спустя 20 лет в городе Калининграде при попытке получить паспорт. В Калининграде беглец прожил последние 10 лет вместе с семьей сына. Мужчина полагал, что спустя столько времени уже никто не будет его искать. Попытка выправить себе новые документы обернулась для него концом уже привычной жизни под чужой личиной. Своё настоящее имя впервые за долгие годы он услышал от сотрудников уголовного розыска, явившихся к нему на порог. Мужчине пришлось вспомнить, как произошло убийство. Он рассказал, что в Хабаровске занимался торговлей, в основном по бартерной. Будущую жертву он встретил в ресторане. Новый знакомый, 40-летний сторож одного из коммерческих складов, занял у него 100 тысяч рублей. Отдать обещал халвой, которая хранилась у него на работе. Когда будущий убийца в компании двух приятелей на КамАЗе явился за долгом, сторож был пьян. По словам фигуранта, оппонент достал нож и попытался его ранить. Коммерсанту удалось отобрать оружие. Он дважды ударил лезвием мужчину в шею, а потом и в спину. Вот это я уже начинаю сам себя накручивать, потому что сейчас опять срок, опять же, все кончено. Срок из-за этого пьет. Ну я его еще раз вспомнил, пускай помнил. Обвиняемый объяснил и причину своего бегства. В 80-е он отбывал наказание за кражи, а после освобождения имел дело с людьми криминального круга. Мужчина опасался, что если окажется за решеткой еще раз, его семье будет грозить опасность. Продав все имущество в Хабаровске, он отправил родных в Калининград. Остаться с женой и детьми фигурант не мог. В ходе следствия он дал признательные показания и сообщил, что в 1998 году, опасаясь уголовного преследования за совершенное преступление, уехал из Хабаровска в республику Казахстан. Там изготовил поддельный паспорт, проживал на съемной квартире, официально нигде не трудоустраивался. Мужчине пришлось расстаться с семьей на 10 лет, прежде чем он смог переехать к сыну. На сей раз Хабаровчанин переживал о разлуке с внучками. Дом достроить надо, внучкам помогать. Три внучки у меня. Сейчас вот тут встает, душа там. Вот так вот жизнь сложилась. Одна ошибка в жизни. Все по вороку. Увидеться с родными подсудимый сможет еще не скоро. История 20-летней давности закончилась для Хабаровчанина обвинительным приговором. Его отправили на 8 лет в колонию строгого режима. С места происшествия Юлия Рябцева и Леонид Булдегеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова